МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участников дорожного движения проверяют состояние водителей. Если кто-то управляет с подозрениями или с признаками алкогольного или наркотического опьянения, проводится проверка. Соответственно, если брать на конец сентября этого года, то на территории Тверской области по вине водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от опьянения произошло 186 дорожных происшествий, в которых 23 человека погибли и 234 человека пострадали. Представляете, какие-то цифры. И в соответствии с этим очень огромная просьба ко всем жителям и областного центра, и Тверской области. Если вы не оставаться безучастными в этом направлении, если видите кого-то с признаками, кто-то употребляет, пытается сесть за руль, либо опасное вождение происходит, и вы подозреваете, сообщите по телефону 02 об этом водителе. А сотрудники госавтоинспекции примут максимум усилий, чтобы проверить. И если эта информация подтвердится, отстраните от управления по избежанию дорожного происшествия. В этот вечер сотрудники ГИБДД выявили множество нарушений со стороны водителей. Что касается алкоголя, за два дня рейда установлены и отстранены от управления 43 водителя, находившиеся за рулем в состоянии опьянения. Ваши пожелания водителям? Идать за рулем. И следить за дорогой. Подробный репортаж о ходе рейда в следующих выпусках патрульной службы. 2 октября с 10 до 13 часов исполняющий обязанности руководителя регионального следственного комитета полковник юстиции Беликто Базаров проведет прием граждан по вопросам нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их качественным жильем. Прием граждан будет проходить в здании следственного управления по адресу город Тверь, улица Вакжанова, дом 15. Предварительная запись по указанным телефонам.